Футбол на газоне, пляже и даже в космосе. У самой популярной игры нет границ, считают участники конкурса рисунков «Футбол глазами детей». Особенно приятно, что среди Месси и Роналду не потерялся и портрет величайшего вратаря в истории футбола Льва Аяшина. Я даже не думала о том, что он нарисует иностранных каких-то футболистов. Я именно поставила себе цель нарисовать русских футболистов, чтобы все-таки поддержать нашу команду. Портрет советского вратаря обрадовал и ветерана Самарских крыльев Валерьяна Панфилова. Для него, как и для всех ребят, этот чемпионат мира станет особенным. Для меня это нечто из рамок он выходящий, потому что ни в одном чемпионате мира я не присутствовал. Хотя вот у нас некоторые тренеры ездили, а мне не довелось, и поэтому я с нетерпением жду. А снаружи торжественное открытие ледяной скульптуры, футбольный мяч и хэштег «ЧМ-2018». Традиции делать снежные арт-объекты у юношеской библиотеки уже 4 года. Каждый раз скульптура связана с особыми датами в жизни города. 500 дней до старта чемпионата мира – одна из них. Открытием этого ледяного арт-объекта мы еще, в свою очередь, даем некий старт тем мероприятиям, которые будут посвящены чемпионату мира по футболу. О волонтерском центре, несмотря на праздник, отбор кандидатов в добровольце идет полным ходом. Специальная лекция – как быстро и легко выучить иностранный язык. Среди гостей – ребята, которые уже знают английскую речь, но уверены – нет предела совершенству. Я пришла послушать и набраться опыта. Ну, я думаю, нам объяснят, как это делать, какие-то мотивации, может быть, дадут на это, на все. А научиться есть чему. Приглашенный преподаватель английского языка раскрывает некоторые секреты. Самое главное – ставить перед собой конкретные цели и четко следовать плану действий, фиксируя все в отдельный дневник. Вплоть до того, какие мне сегодня задания проделать, какие упражнения, какое видео посмотреть, с кем созвониться через сайт, с каким носителем языка или неносителем, куда сходить. То есть все должно быть действительно очень детально спланировано. Советы простые, но именно они могут помочь осуществить мечту – стать волонтером на чемпионате мира. Ведь среди основных критериев отбора в добровольце знание иностранных языков стоит особняком. Сегодня мы хотим, чтобы наши волонтеры поняли, насколько важно изучение английского языка, и в том числе он обязательно им пригодится на самом чемпионате мира. И у них будет сегодня в нашем волонтерском центре возможность получить информацию, как же в короткие сроки и самому выучить английский язык. Прием заявок от кандидатов уже закончился. Теперь впереди у волонтерского центра самый важный этап – собеседование. Из огромного количества кандидатов нужно выбрать самых достойных. А до чемпионата мира осталось уже меньше 500 дней. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.